Действующие лица В нашей программе За последнее время мы не очень сильно муссировали Эту тему строительства Строительства социальных объектов Но, как мне кажется Определенная динамика Она существует, чтобы сравнивать Наверное, все-таки будем опираться Или отталкиваться от 2019 года Сколько объектов В городе сдали В 2019 году, именно социальных объектов Причем, когда я говорю сдали Можно же построить, но еще не успеть сдать Да, можно уже и построить, и сдать И там уже какая-то активность Уже началась, так вот, сколько сдали У нас, мы в 2019 году Сдали, и уже 1 сентября туда пошли дети Это 4 школы у нас На 3900 мест И 5 детских дошкольных Учреждений также приняли Своих детишек Это 1250 мест Тут надо отметить, что это все-таки проектная мощность По факту Санпин сегодня Разрешает на тех комнатах В тех помещениях располагать детей в два раза больше То есть мы смело умножаем эту цифру на два Получаем 2500 мест Это только по итогам строительства Также еще по линии департамента образования Они делают ремонты Также увеличивают пространство Ну тогда, опять же, раз уж мы заговорили про садики Вы говорите, что Санпины это разрешают Да, можно же то же самое примерно говорить и про школы Потому что, ну, ни для кого не секрет Да, мы занимаемся сейчас две смены Да, стоит задача И об этом говорил в том числе и президент Но пока такой возможности нет То есть там получается по факту и детей в школах побольше Вот смотрите, допустим, мы строим школу на 1550 мест Это проектная мощность детишек в одну смену То есть единовременно там могут находиться 1550 детей Соответственно, если как мы привыкли И мы с вами учились в две смены Дети мои сейчас учатся То есть 1550 мест в одну смену 1550 мест в другую смену И надо понимать, что сегодня мы тоже строим школы прострорные, большие И сегодня Санпин также смотрит на эти вещи То есть класс, в котором располагаются дети Да, там, допустим, по проектной мощности там условно 25 детишек По факту там 30, 33 ребенка помещается свободно И они могут слушать своего преподавателя и слышать его Тогда, смотрите, когда мы говорим о строительстве новых объектов Неважно, там был 19-й год, да, или сейчас мы будем говорить с вами про 20-й год Вот, как бы это правильно сказать Уровень, ну, скажем так, вашей компетенции Уровень вашей заинтересованности в этом веке заканчивается Когда все, сделали крышу, сделали внутреннюю отделку И здесь закончили, дальше уже там образование ставит мебель Там наполняет ее, я не знаю, там где-то раскрашивает Где-то доски вешает и так далее Или это что называется, вот все сделали Отдали ключи, и учителя заходят и уже начинают работать У нас разделение сегодня таким образом осуществляется Когда мы строим школу или детский сад Мы строим его таким образом, чтобы мы могли его ввести в эксплуатацию Что это значит? Там есть необходимая мебель, парты, доски, если это детский сад То, соответственно, пищеблоки, да, и так далее Но, когда мы его ввели в эксплуатацию, заходит департамент образования И он уже поставляет туда ложки, вилки и всего Расходные материалы, да, те же самые мелы и все остальное После нас объект появляется, а когда заходят уже учителя, туда заходит жизнь Тогда еще немаловажный момент Территория, которая находится вокруг, да Я понимаю, что новый объект, ну, грубо говоря, в чистом поле Хотя для города Краснодара, наверное, это не совсем актуально и объективно Но, тем не менее, газоны, дорожки В тех же самых детских садах, это же еще там прогулочная какая-то зона Беседки, качельки и так далее, это тоже ваше И это тоже входит вот в сдачу объекта Естественно, проект, когда он проходит государственную экспертизу Он предусматривает себе все необходимые виды прогулки, спорт Которые должны быть для ребенка по СанПину Чтобы он мог заниматься всеми, вплоть до английского языка Допустим, мы сейчас... Танцы и пения Танцы и пения, да, мы сейчас вот детские сады, о которых я говорил Там есть уже кабинеты для английского языка Хотя, казалось бы, раньше еще мы, учась в первый и третий класс, не могли позволить себе этого Сегодня уже детишки в детском саду это изучают Вот, соответственно, если это детский сад, то прогулочная зона У каждой группы есть своя уличная ячейка, в которой они... Веранда, в которой они гуляют Вот, соответственно, все необходимые малые архитектурные формы, качельки и так далее В общем, все для того, чтобы ребенок полностью с утра до вечера был занят творчеством Тогда получается, смотрите, ну, я не специалист, не строитель, да, мне тяжело об этом говорить Но, тем не менее, даже я понимаю, что стены кладут Это один должен быть, да, какой-то подрядчик, это одни рабочие Те, кто красят, это другие Те, кто асфальт, вот, те же самые дорожки, да, или там плитку Это третий Те, кто делают беседки, это четвертый То есть, получается, ну, достаточно большое количество людей А, задействовано в этом процессе И, Б, это же, ну, вот, со всеми нужно как-то связаться Всех проконтролировать и так далее и тому подобное То есть, мне кажется, это очень серьезная большая работа В чем, в чем разница строительства социального объекта И, допустим, многоквартирного дома В том, что каждый социальный объект Это набор нестандартных помещений С повышенной зоной по пожарной сигнализации Безопасности и так далее То есть, если мы видим, что многоквартирный дом Ну, буквально на глазах вырастает Потому что возвели первый этаж И все остальное по образу и подобное Такое же, да Возвели Детский сад, это, или школа, это отдельный живой организм Я не побоюсь этого слова Сегодня в силу закона Мы разделяем торги на строительство детского сада Со всем благоустройством И отдельно поставляется оборудование То есть, эти потоки разделены для того, чтобы Поставщики оборудования могли выйти на соответствующий лот И они не могут конкурировать, естественно, с гигантами Которые могут выйти на большой аукцион с большой стоимостью А уже генподрядчик, который зашел У которого есть опыт, который сегодня обязательный при процедуре торгов На такие объекты Кто попал туда, зайти не может Он уже берет субподрядные организации по направлениям Они, в свою очередь, набираются опыта на субподряде И в последующем они имеют возможность юридическую уже участвовать Самостоятельно Если, конечно, они зарекомендовали себя положительно У них есть все документы Еще один такой момент Пока мы про 2019 год с вами говорим Вы сказали, что четыре школы мы ввели Если я все правильно помню По крайней мере, я общался с коллегами из образования Там было две отдельные школы и две пристройки Которые, в принципе, они выглядят как отдельная школа То есть, вот так это сейчас выглядит Смотрите, слово «пристройка» на самом деле даже у многих вызывает смех Когда люди бывают на объекте Потому что зачастую эта пристройка, эта школа Лучше, чем то, что было Примеров полно И, как вы сказали, 2019 год, если брать Мы построили такую «пристройку» в кавычках В поселке Пригородном Сама действующая школа могла принять перегрузом порядка 200 ребят И площадью, когда ты смотришь на них Она может быть в 4-5 раз меньше Лучше, чем то, что ты построили Да, соответственно, мы сегодня уже как бы уходим от слова «пристройка» Ну, потому что... Объективно это не так, да? Да, это не так Потому что в самой блоке, в самой школе, не побоюсь этого слова Свой пищеблок, который полностью обеспечивает Мало того, что детей нашей пристройки, так еще и детей со старого блока Свой спортивный зал, необходимые актовые залы В общем, полный комплекс того, чтобы детишки там находились, не выходя оттуда Не ходя в старую школу, скажем так Ну, тогда, опять же, раз уж мы говорим о таких объектах А насколько там может быть типовой проект? Я поясню свой вопрос, да? Когда мы разрабатываем что-то с нуля И когда все это вычерчивают, выписывают и так далее Это одна стена Когда это есть все-таки типовой какой-то проект Это несколько дешевле Это дает возможность экономить деньги Или так не работает, потому что его нужно привязывать К конкретной местности, к конкретным коммуникациям и так далее Тем более, что мы говорим о том, что, да Часть объектов уже на существующей инфраструктуре есть Если, опять же, брать 19-й год и брать два наших блока по 400 мест Это на территории 23-й гимназии в центре города И в пригороде 81-я школа Это как раз-таки типовые проекты То есть, они идентичны, один в один Значит, ну, какие тут существуют нюансы? Во-первых, надо понимать, что везде разная земля Ну, то есть, геология, изыскание Да, грунт и так далее За этим, соответственно, тянется фундаменты Сразу, корректировка фундаментов Инженерные сети За этим тоже соответствующая корректировка Ну и немаловажно Сегодня строительство идет семимильными шагами вперед Меняются возможности в стройке, в материалах И, естественно, нас никто не поймет Если мы сегодня будем использовать в школе лампочку Ильича Ну или какие-то другие материалы, которые остались в вчерашнем дне Соответственно, в этой части проект тоже начинает корректироваться Внутренняя безопасность, пожарная сигнализация, электроснабжение Все с каждым днем улучшается И зачастую новые материалы стоят не дороже, а бывают еще дешевле, чем предыдущие Поэтому, естественно, говорить сегодня о том, что привязка типового проекта Это какая-то прям феноменальная экономия Ну, это трудно сказать Не получается, да? А иногда новый проект будет стоить дешевле, чем тот уже пробовал Но при этом сегодня правительство Российской Федерации Отменило реестр типовых проектов Но вместо него ввела реестр экономически эффективных проектов Что это значит? Минстрой России вывел норму цены строительства То есть детский сад или школа, определенной вместимостью детишек и определенной площади Ну, я укрупненно сейчас называю Не может стоить больше, чем какая-то цифра И, соответственно, когда мы проводим государственную экспертизу Уже эксперты на местах смотрят Этот процесс регулируют Для того, чтобы не получалось такого дисбаланса, как раньше Одна и та же школа в разных местах могла строить разных денег Сейчас такого не бывает После прохождения государственной экспертизы Проект направляется в правительство, в Минстрой Там экспертная комиссия рассматривает И принимает решение о включении, либо о невключении его В случае, если будет отказ во включении проекта в реестр экономически эффективных Его завтра ни один финансовый орган не профинансирует Будь то уровень бюджета, город, край, либо федерация Артем Вячеславович, мы первую часть программы Подробно, мне кажется, проговорили, что у нас было в 2019 году Со строительством социальных объектов Но в основном брали школы и детские сады И заканчивали уже на финансировании Давайте о нем и поговорим, но уже заглядывая в 2020 Может быть, чуть дальше Сейчас, если мы говорим про 2020 год Как выглядит, если можно об этом говорить Если у вас есть такая информация Вот эта схема финансирования Кто платит за социальные объекты в городе Коснодаре? Значит, сейчас существует, в принципе, два вида финансирования условно В случае, если принимается решение Администрации Краснодарского края О финансировании объекта Он включается в программу Государственную администрации Краснодарского края Надо признать, что Без поддержки И как края, и как федерации Местный бюджет сегодня Не в состоянии строить Нет, ну денег больше, просто физически Просто, да, это просто невозможно Поэтому все, что сегодня мы строим Это при поддержке субъекта Либо при поддержке с федерального бюджета Так вот В случае, если это субъект То ставится софинансирование Часть денег платится с местного бюджета Часть с краевого бюджета Также направляются заявки в федерацию И если там принимается решение То объект финансируется с трех уровней бюджета Местный, краевой, федеральный Ну тогда получается Ну вот мы же все помним, да, эту фразу Кто заказывает музыку Вернее, кто платит, тот музыку и заказывает То есть получается тогда, если мы говорим О тройном финансировании Или о двойном финансировании То и контроль осуществляется, да На местном, муниципальном уровне То есть я так понимаю, как исполнители Дальше идет уже там краевой бюджет Или там краевые структуры Которые за свои деньги отчитываются Ну и, соответственно, федеральные В любом случае, какой бы уровень бюджета не был Технический надзор осуществляет Служба заказчика администрации города Но надо понимать, что в соответствующей структуре Край, либо федерация Есть ответственные люди, которые также Параллельно проводят мониторинг того Как строится объект, вкладывается ли он в сроки И отчетом о предоставленной субсидии Является современно введенный объект в эксплуатацию И, естественно, потом уже отлицензированные В которые пойдут детишки Тогда, смотрите Ну, я думаю, что многие наши зрители помнят эти времена Когда у нас там, допустим, одну школу Мы могли в городе Краснодаре строить там 10 лет Один садик там примерно столько же Дальше мы говорим о том, что там два года, по-моему, подряд Мы сдавали по одной школе ежегодно Сейчас мы с вами говорим, да, 19-й год это уже 4 школы и 5, грубо говоря, детских садов То есть, видна какая-то определенная динамика Если заглядывать в 20-й год, она сохраняется? Если брать вот даже с 18-го Вот мы про 19-й говорили В 18-м это было порядка 2-2,5 тысячи детомест в школах Это было 2 школы Это тысячник в хуторе Ленина И 1550 мест Это у нас было Героя Яцкого Две школы То есть, мы уже в 19-м сделали в 2 раза больше Ну, практически, почти в 2 раза И садов у нас в 18-м году было там порядка 300 мест 2 детских сада Значит, в 20-м году мы по вводу По вводу у нас будет цифра чуть больше 19-го Но мы сейчас за конец 19-го и за начало 20-го Просто сделали несколько шагов вперед У нас сейчас в стройке 13 объектов Вот сейчас 13 Это 8 школ и 5 детских садов Помимо этого, сейчас уже объявлены еще по 2 школам торги Итого будет 15 социальных объектов Такого, в принципе, за историю никогда не было Вот И планируем мы в этом году еще разработать проектов И при наличии финансирования еще порядка 10 объектов объявить То есть мы в соответствии с поручением главы Евгения Алексеевича Первушова Была задача кардинально поменять ситуацию в этом направлении Мы, в принципе, считаем, что мы уже зашли на этот уровень Главное его сейчас не снижать Главное, чтобы денег хватило Да, но мы не можем сегодня сказать, что нам где-то администрация Краснодарского края отказывает финансирование Нет, такого мы не можем сказать Поэтому мы сейчас все проекты, которые мы разрабатываем, они сразу же идут в строительство Набираем вот такой большой темп и будем принимать все меры, чтобы его не снижать Подождите, смотрите, вы сказали 10 мы готовы разработать И 18 объектов у нас уже, грубо говоря, в работе 15 в стройке 15 в стройке Но те, которые 15 в стройке, здесь понятно, если они строятся, значит землю там нашли Потому что я, почему спрашиваю, да Опять же, сколько говорили, в городе не осталось там земли строить негде Да, все там либо выкуплено, либо в аренде, либо не наше, либо еще как-то и так далее Под те 10, которые мы готовы разработать проекты, мы уже знаем, где они будут стоять Мы уже знаем, где эта земля Мы на сегодняшний день взяли генеральный план города Существующий Я не говорю про тот, который сейчас будет утверждаться Существующий В этом генеральном плане есть проекты планировки, условно точечные микрорайоны Так вот, сегодня нам позволяет с уверенностью сказать То, что те земельные участки, которые заложены в проектах планировки под социалку Они в полной мере позволяют быть убежденными, что В ближайшие 5 лет при, как говорится, нормальном строительстве и финансировании Мы выйдем на нужную планку Помимо этого, что касается центра города Понятно, здесь невооруженным взглядом это... Бедно, что есть проблема Да Мы отработали сегодня все действующие школы в городе На предмет размещения дополнительных блоков Практически на 30 школах такую возможность мы нашли Поэтому сейчас в перспективе этого года мы начнем поэтапное проектирование и размещение То есть, мы тем самым закроем весь центр города по потребности Надо понимать, что в центре город уже не растет Мы этот вопрос решим Все, что касается пригорода и те стороны, куда город растет Там, в соответствии с новыми проектами планировки, есть земельные участки На этот счет переживать не стоит А тогда, если позволите, не знаю, насколько об этом задумывались Насколько это актуально для города Краснодара Сейчас же очень модно это слово, реновация Когда на месте старого строят что-то новое, более комфортное Более, я не знаю, большое и так далее и тому подобное Для города Краснодара, если мы говорим о социальных объектах Тот же самый центр города Если это не историческое здание Там школа, поликлиника, я не знаю, какая-то спортивная школа Или тот же самый детский сад Для Краснодара это, ну, то есть, как бы актуально об этом сейчас говорить Или пока, я не знаю, там рано Ну, если лично мое мнение, что рано Почему? Потому что, опять же, повторюсь Центр города у нас Устаганины, да, он более-менее стабильный По пригороду у нас есть земельные участки Мы будем сейчас строить и обеспечивать в полном объеме там, где нужно Если вдруг город начнет расти в какую-то другую сторону Которую мы еще не знаем И там не будет хватать места Наверное, тогда и надо об этом говорить Тогда, смотрите, опять же, общаясь с вашими коллегами Допустим, то же самое управление по физической культуре и спорту Периодически Господин Мирошников говорит За последнее время Мы там открыли площадку, да Мы вот здесь что-то строим Мы вот там что-то ремонтируем Вот эти вот, скажем так Не знаю, небольшие дворовые спортивные площадки Они относятся к вам? Потому что мне кажется, что это социальный объект, да? Или, скажем так, ваши задачи Это что-то более такое Массивное, стабильное, масштабное? К нашей компетенции относятся масштабные объекты Соответственно, капитальные Мы сегодня тоже активно занимаемся строительством объектов физкультуры У нас, опять же, и глава города постоянно участвует во всех спортивных мероприятиях И не дает нам, как говорится, в этом деле спуск За последнее время За предыдущие года, скажем так Был сдан один большой объект Мы сейчас уже разработали программу, скажем так На ближайшие годы Строительство физкультурных объектов Сегодня уже есть Первые результаты Хороший объект Вот сейчас начат строительством Прямо внутри микрорайона Юбилейного Это физкультурно-оздоровительный комплекс Прямо среди многоэтажек Который будут посещать все желающие Юбилейного Мы его начали строить в конце Вот буквально там перед Новым годом В декабре 2019 года И планируем в этом году его завершить строительством Немало важно Мы завершили строительством бассейн На территории Юбилейного микрорайона Отличный бассейн Многострадальный бассейн Сколько его уже Когда его реализацию передали к нам И сказали, что это просто лицо Если не дай бог Была поставлена задача В декабре того года Завершить его в полном объеме Мы его завершили Сейчас идет процедура ввода объекта в эксплуатацию И буквально, я думаю, в марте Туда уже пойдут первые ребятишки Помимо этого Сейчас находится на государственной экспертизе Уже получила заключение технической части Физкультурно-оздоровительный комплекс Большой, с огромным футбольным полем На улице Вавилова Сразу же в дальнейшей перспективе Через дорогу от него в Учхозе Будет тоже ФОК построен Мы проектируем сейчас батутные центры На улице Фадеева По улице Тихой Также планы у нас есть В Старокорсунской Есть сопроектированный физкультурно-оздоровительный комплекс С наличием государственной экспертизы Уже в Старокорсунской Огромный То есть спортом мы занимаемся И я думаю, в ближайшее время Мы также выйдем на тот же уровень По объемам, как и по садикам, по школам Спасибо большое, Тимон Вячеславович Что пришли и ответили на наши вопросы К сожалению, в рамке нашей программы Они имеют определенные ограничения Но я надеюсь, что это не последняя встреча И по мере того, как у нас Социальными объектами город будет прирастать Мы будем с вами встречаться И будем об этом говорить Мы с удовольствием будем рассказывать Спасибо еще раз большое Уважаемые телезрители Вам еще раз хочу напомнить Что мы сегодня говорили О строительстве социальных объектов Здесь, в городе Краснодаре И гостем нашей сегодняшней программы Был директор департамента строительства Администрации муниципального образования Город Краснодар Артем Маганов Еще раз большое спасибо На сегодня это все Увидимся в следующий раз Всего доброго, до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok